13 дней остается до самого долгожданного праздника детей и взрослых Нового года. В преддверии волшебного дня телеканал «Север» запустил проект «Новогодние странички». Теперь в выпусках новостей каждый зритель сможет открыть для себя интересные факты об истории и традициях зимнего праздника, а также получить модные советы от ведущих российских стилистов и профессиональных визажистов по созданию новогоднего образа. На прошедшей неделе в одном из выпусков вы узнали, откуда к нам пришел Дед Мороз и почему советские лидеры хотели погубить снежного пенсионера. Сегодня мы с вами попробуем прочесть историю нашей страны по советским елочным игрушкам. Тема цирка тоже нашла свое отражение. Вы знаете, что Сталин очень любил цирк. Сталин любил не только цирк, но и хоккей. Поэтому во второй половине 30-х годов 20-го века часто встречаются елочные игрушки с этими сюжетами. На советской елке они часто соседствовали со стеклянными шарами, на которых изображали портреты самих членов ЦК партии – Молотова, Сталина, Ленина. Трудно даже представить, какие последствия могли возникнуть для человека, если он разбивал игрушку с изображением самого Иосифа Виссарионовича. Хранительница фондов Неницкого краеведческого музея Светлана Попова показывает нам сундучки с советскими сокровищами. Игрушки, как исторические артефакты, рассказывают нам о событиях прошлого века. Во время правления Никиты Сергеевича Хрущева у нас стали в стране повсеместно высаживать кукурузу. И вот после этого стали в елочных игрушках отображать вот такие вот початки, снапы, продукты, всевозможные продукты питания. В эпоху Хрущева на елках стали расти не только кукуруза, овощи и фрукты, но и сосульки. Они символизировали эпоху оттепели. Кстати, хрущевская кукуруза не прижилась на советской земле, но прочно осела на зеленой красавице. Она стала единственной игрушкой, которая непрерывно выпускалась на протяжении всех лет советской власти. Популярен в ту эпоху был и стеклянный космонавт. После первого полета человека в космос игрушечная промышленность тут же отреагировала на это событие. В производстве советских елочных игрушек началась космическая эра. На новогодних елках теперь вместо звезды красовались взлетающие ракеты. Но не только космические, но и культурные достижения влияли на имидж елки. Когда вышел фильм «Карнавальная ночь», где-то есть часики, то стали выпускать вот такие вот замечательные часики. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ